У меня есть предложение, может быть, кто-то из лидеров или каждый из лидеров скажет просто, почему он пришел в год бэкап. Я не знаю, сегодня есть новые люди, есть новички. Давайте я тогда расскажу, почему я пришел в год бэкап. Начну, это тренд, как говорится. Я пришел в год бэкап, потому что действительно сервис, который предоставляется этой компанией, он нужен для пользователей, а я также с вами являюсь одним из пользователей. У меня также есть много количества устройств, есть дети, которые заполняют свои телефоны и устройства. Также у меня младший сын Велес, он очень активный, он снимает видео, много видео, детские, свои игры, выставляет на ТикТок, на другие соцсети, в Ютуб. И у него очень быстро закончилось его данные на телефоне, хранилище. Я заметил то, что он перестал снимать. Я задался вопросом, почему мой сын перестал развиваться, перестал снимать и выкладывать. И я его спросил, почему? Он говорит, а у меня тут место забилось, и я теперь не могу, а удалять как бы тоже не хочу. И я не знаю, что делать. То есть он еще маленький, он не понимает, как это обойти и как ему дальше развиваться. Я понимаю, что 10 долларов в месяц не составляет большой оплаты для того, чтобы мой сын имел возможность развиваться в технологиях и расти. Поэтому это очень огромный рычаг для меня, потому что, вы понимаете, математика простая. 10 долларов в месяц и развитие вашего ребенка – это несопоставимые инвестиции. Поэтому сразу, без вопросов, уже только с этой точки зрения вы обязаны, как родители, подключить и дать возможность вашим детям развиваться. Все, спасибо. Кто следующий, пожалуйста, подсоединяйтесь и слушайте видео. То есть правильно я понял, что заинтересовал сначала продукт, а потом только бизнес? Конечно, конечно. В первую очередь меня сразу заинтересовал продукт. Но так как я занимаюсь разными тоже бизнесами и направлениями, не было сильно даже возможности разобраться. И Сергей, мой партнер по другим направлениям тоже в развитии, он говорит, ну посмотри презентацию давай и подумай быстренько, как мы это можем имплементировать для себя в жизни максимально полезно. И когда я начал смотреть презентацию, я скептически сначала относился к компании. Я понимал, что выгодно, но я все равно с опаской относился, потому что думал, опять же, MLM, хайп какой-то, пирамида и так далее. Ну а когда я дошел до презентации, где слайд был с Джоэл Террианом, то есть я сразу же вот так вот у меня в секунду все переключилось, потому что я являюсь сам клиентом более 10 лет компании JVO. Поэтому я сразу узнал, кто это, и поэтому у меня не было уже страха по поводу того, что это там или пирамида, или хайп. Я уже был уверен, что это действительно классный сервис, классный продукт с классными лидерами, которые развиваются, улучшают свои сервисы и максимально предоставляют качество для рынка. Вот. Поэтому это лично мой опыт, которым я делюсь, и постараюсь, чтобы это вам как-то помогло быстро принять решение, основываясь на моих уже словах. Все, спасибо. Понял. Понял. И я могу, да, сказать, почему я пришел? Да, конечно, конечно. Да. Значит, смотрите, ну, во-первых, то, что Майкл ведет этот бизнес, меня в первую очередь, мы с ним уже с две... С 2004 года. Вот. Но были разные моменты. И, как говорится, подъем и падение. И, вот, как и говорил Артем, здесь были и хайпы на моем пути и так далее. Но знаете, что меня сподвигло, ну, будем так говорить, я где-то 2-3 месяца просто наблюдал, особо не строил команду. Но когда начал изучать искусственный интеллект, и вот буквально недавно я сделал сравнительный анализ, дал интеллекту задание сравнить вот те же самые бизнес-хайпы, продуктовые компании с физическим продуктом, с БАДами и так далее, и так далее. И даже, ну, я из своей практики уже за интеллект уже просчитал, что это самый безопасный, самый выгодный и денежный бизнес, и тем более с пассивным доходом. А вот интеллект мне подтвердил эту информацию, и я дал такое задание, что сделай мне анализ хайпов, матричных проектов, проектов с физическим продуктом, и вот расписал на наш проект. И, конечно, мне интеллект порекомендовал заняться именно этим бизнесом. Вот это меня сподвигло сейчас очень серьезно заняться, потому что, вы сами знаете, есть очень много минусов, и во многих бизнесах есть очень много минусов, а здесь практически минусов нет. Но мне интеллект написал, что единственный минус – это надо приглашать партнеров. То есть, если ты не будешь активным, если ты не будешь продвигать этот продукт, то ты просто сможешь пользоваться продуктом, и все. Это тоже хорошо. То есть, если у меня, как у Артема, забивается компьютер там… А, да, между прочим, я сейчас начал уже скачивать видеоролики именно в год бэкап, делиться ссылкой, и понял, что для сетевика, ребята, это суперинструмент. Почему? Потому что, ну, кто его знает сейчас, YouTube, то там блокирует что-то, то тут грозятся его закрыть одно третье десятое. Здесь, ребята, у нас есть возможность просто даже делиться информацией. Ну, вот, если коротко, то так. Спасибо, Николай. Альбертос там руку тянет, пожалуйста, Альбертос, включайте. Нет, нет, я уже сказал, все. А, это Альбертос, все, Николай, вот, Соломин тоже руку тянет, Николай. Альбертос, спасибо большое за информацию про искусственный интеллект, я также могу подтвердить. Мы с Сергеем тоже биологические и искусственные интеллекты. Мы сели, проделали домашнюю работу, расписали все плюсы компании год бэкап. Их сложилось более 25 плюсов и критерий. И на этих плюсах и критериях мы сделали такой, как бы, PDF-файл, по которому мы определяем вообще следующие компании, с которыми мы вообще в жизни будем ли когда-либо сотрудничать. Именно по этим критериям, основываясь на критериях с компанией год бэкап. Ну, понятно, Артем, но вот я одну секундочку, извини. Да, я тоже проанализировал вручную, как я говорю, да. Но когда я дал интеллекту, который имеет уже большой опыт, и он определил буквально за несколько секунд, написал, что да, если бы я бы выбирал, то он выбрал бы именно этот вариант, потому что это и безопасно, и денежно, и дает пассивный доход. Только единственное, ну, надо продвигать этот продукт. А продукт очень хороший, да. Надо делать бизнес просто. Да, да, просто надо рассказывать, ребята. Сейчас у многих забиваются компьютера, и тем более, вот я говорю, для сетевиков вообще это суперовский инструмент, который даже можно просто покупать для того, чтобы давать, ну, информацию своим, видеоинформацию, контент какой-то и так далее. Все, я закрываю микрофон. Спасибо за внимание. Спасибо, Горбец. Привет, господа, привет вам из Калифорнии. Ладно. Так, о, о, добрый день. Здрасте, слышно меня, нормально? Да, да, слышно, солнечный привет вам тоже. Спасибо. Из солнечного Лас-Вегаса. Без пятна, ну, я в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Да, да, не, я в Лас-Вегасе сейчас. Окей. Там, где я нахожусь, это город называется Сан-Димос. Это такой республиканский штат. Тут живет очень много военных, поэтому хорошее место. Я сюда люблю приезжать. И тут моя дочка живет. Это я у нее дома сейчас нахожусь. А Альбертос сказал одну очень правильную вещь. У нас есть хороший продукт, это уже сто процентов. Но кроме того, что кроме нас, о нем никто не знает. Поэтому у нас есть какая-то с точки зрения обязательства дать эту информацию как можно большим количеством людей. И самое главное, знаете, что происходит в сетевом бизнесе? В Америке немножко по-другому. Потому что в Америке, когда приходят люди в сетевой бизнес, они работают где-то, никто никогда не бросает работу. Поэтому они строят бизнес на стороне. И они не нуждаются в доходе на сегодняшний момент. Потому что они работают, они получают зарплату или у них есть какой-то бизнес. Они просто строят свой бизнес до того момента, пока их бизнес не начнет им приносить больше, чем они зарабатывают там, где они работали. И тогда они начинают двигаться. То есть уходить полностью с работы и только сто процентов заниматься сетевым бизнесом. То, с чем я старкнулся на территории СНГ, то люди идут в сетевой бизнес в основном. У них работы нет, им нечего делать. Им надо какой-то заработок. Поэтому они хотят заработать сегодня, не завтра, а не сегодня. И в сетевом бизнесе это неправильно. Потому что, как я всегда повторяю, просто повторю еще раз, бизнес надо строить. И поэтому, когда вы начинаете его строить, то рано или поздно происходит взрыв. И вам начинает приходить такой большой доход. А основная масса людей уходит с этого бизнеса еще до того, как он начинает строить. Но к чему я это вообще говорю? Самое главное, что когда у нас в руках есть информация, которую надо дать как можно большое количество людей. И не заостряйтесь на том, что вот вы кому-то рассказали, он не поверил или он не подписался, и вы расстроились. Нет. Вы просто сеете семена. Рано или поздно они дадут рост. У меня, например, мой рекорд. Я подписал один раз одну женщину в бизнес после того, как мы с ней переписывались два года. Только через два года она стала моим партнером, и она была, она крупный сетевик. И мой бизнес взорвался. Поэтому самое главное для нас делиться этой информацией. И рано или поздно произойдет критическая масса. Она произойдет в компании, она произойдет в вашем бизнесе. Это все зависит от вас. Поэтому, да, господа, нам нужно делиться нашей информацией. И самое главное приходить на тренировки. Потому что помните всегда, деньги в тренировках. Майкл, а вот мы сейчас отвечаем лично. Почему лично вы присоединились? Вот такой вопрос для зрителей. Почему вы лично присоединились в компанию Год Бекап? Что вас подвигло? Ну, в принципе, у меня давно уже все нормально, как говорят в бывшем Советском Союзе. Все в шоколаде. И я, честно говоря, не искал никакого нового проекта. Я вам даже скажу больше, что я ушел на заслуженный отдых не по возрасту, а потому что заработал достаточно денег. В 2003 году. И бизнес в сетевом бизнесе, который стал строить на территории СНГ, это началось в 2005 году. Поэтому я уже давно себя чувствовал нормально. Просто я хотел... Ну, знаете, иногда такое ощущение, когда становишься старше. Хочется быть кому-то полезным. Ну и надо провождение время. Надо быть занятым. Иначе на этом жизнь заканчивается, если ты ничего не делаешь. В данный момент я, в принципе, не нуждался ни в чем. У меня есть проект. И мне написал письмо. Я просто проверял по электронной почве. Я получил письмо от хозяина компании. Он... Мою информацию... Она была у него в его автореспондере. Я все время получаю от него информацию. И когда я получил последний раз, это вот было чуть больше года назад, и когда я увидел OutCloud, что memory я получу... В смысле, что я буду защищать свою информацию. Не дай бог, с компьютером что-то случится. И у меня было такое. У меня в компьютере hard drive сгорел. У меня один из моих телефонов, где-то мы были на воздухе, упал и поломался. Короче говоря, я столкнулся с этим. И тут он мне это присылает. И у меня как-то это сработало моментально. Я сразу ему позвонил. И он еще подсоединил к разговору Майкла. Майкл Поттмин и Джоэл. И мы проговорили, я не помню, минут 20, может быть, 40. Может быть, больше. Потому что было очень интересно, и время летело быстро. И я сразу подписался. Я это... Ну, я не знаю. Тебе не надо быть, как в Америке говорит, rocket scientist, ученым, чтобы понять, что это прогресс. И как только я это понял, что это тренд, это прогресс, как говорится, двумя руками и ногами я сразу прыгнул внутрь. И теперь что я делаю? Я строю бизнес. И знаете, как я много раз это говорил. В Америке есть такой неписанный закон. Закон rule of thumb. Закон большого пальца. Что бизнес надо строить 3 года. Вот только если ты строишь бизнес 3 года, через 3 года ты можешь сделать evaluation. В смысле это подчеркнуть. В правильном месте ты или нет. Иначе у тебя ничего не получится. И на этой философии строятся все крупные бизнеса. И вот это причина, почему я здесь. Я считаю, что мне очень повезло. Спасибо, Майкл. Спасибо за ваше откровение. Почему вам повезло? Я так понял, что самое главное было у вас это жизненная необходимость просто жить дальше, двигаться и развиваться. И развиваться, естественно. Жизнь это и есть развитие. Потому что если ты останавливаешься, развиваться, то тогда уже можно идти на кладбище. Все, спасибо, Майкл. Так, Николай. Я извиняюсь, ребята. Я должен... Сейчас я выхожу. Просто еще раз хочу сказать. В следующее воскресенье проведу семинар, где я вам покажу, благодаря нашему маркетингу, как можно заработать более 50 тысяч долларов в месяц всего лишь за 5-6 месяцев работая в нашем бизнесе. Так что по полочкам расслышу и покажу. Обязательно придите на следующую встречу и до следующего раза. Счастливо, господа. Все, обязательно придем. Постараемся не пропустить, поставить будильнички и помнить, что в следующее воскресенье в это же время в 11-е ем по Нью-Йорку, а у вас уже смотрите, где вы находитесь, в какой стране мира, присоединяйтесь и будете смотреть, как вам построить бизнес международный, самый лучший в мире. Так, хорошо. Пожалуйста, Николай Соломин, вам слово. Да, да, меня слышно? Да, да, слышно. Хорошо. Хорошо. Ну, привет всем из солнечной Абхазии, из города Сухуми. Я постараюсь быстро свою речь построить. Ну, как я пришел в этот бизнес, это на человека, который только что выступал, на Майкла Лившица. Ну, я раньше был в Панк Панде, ну, так просто, зарабатывал токены, да, и он там проводил презентации. Я не обратил на него внимания, честно говоря, мне было неинтересно. А вот после того, как Панк Панда завершил там свою работу, ну, может, не до конца, я не знаю, вот, я случайно увидел его в Ютубе, Майкла Лившица, ну, и как-то послушал его. А послушал, ну, такой, старшего поколения тоже человек говорит, сначала не обратил внимания, но потом, когда услышал, про себя, когда он говорил, да, что у него 43 года, он в сетевом бизнесе, что он заработал с какого-то 14 по 20 год тысячу биткоинов, да, это около 60 миллионов долларов, ну, так примерно. Вот, но я так понял, что таких людей надо слушать внимательно. И если он пошел куда-то, да, именно нашел вот эту компанию, значит, это нужно внимательно рассмотреть, потому что любую информацию надо внимательно рассматривать, потому что она может тебя привести, ну, к большим, к большому успеху. Вот, ну, и когда он стал уже рассказывать, презентовать уже компанию, я уже понял, что, во-первых, компания действующая, ну, материнская компания, которая уже 20 лет платит деньги, как, ну, было написано, 300 миллионов долларов уже выплатила своим дистрибьюторам, вот, то есть деньги у них есть, то есть она развивает бизнес, это очень важно, да, направление, во-вторых, она в том же направлении тоже работает, цифрового бизнеса, вот, я очень давно искал именно такую компанию, которая, ну, я раньше был, может, кто-то был, маркетбот, интересно такая, через рекламу, заводишь деньги и получаешь там, отдачу, да, там единственное, что, ну, люди определенные могут прервать твои доходы, ну, просто не уплачивать деньги, здесь компания, которая развивается на рынке, солидная компания, тем более, тут месяц дается, да, на то, чтобы можно было деньги вывести, вот, и цифровой бизнес, это я сам с продуктового бизнеса, даже с двух, вот, только в Москве, вот, как раз начинал недавно тоже с новую компанию, вот, но очень давно искал именно такую цифровую компанию, которая бы, вот, в которой можно было бы состояться, но я увидел как раз вот у себя перспективу развития, в чем, как раз я это понял, когда Майкл Лившиц рассказывал про критическую массу, да, что через какое-то время сравнил с, ну, с компанией, это что 3 миллиарда пользователей уже, с дропбаксом, да, да, с дропбаксом, да, и что, за сколько лет, за 7 лет они пришли к 100 тысячам, а у нас только за год уже 52 тысячи было, да, и предстоит, ну, возможно, что вот эти 3 миллиарда пользователей, ну, не все, конечно, но, может, даже большая часть уже перетечет в год бэкап, вот это для меня главное, вот, это почему я пришел, сам разбираясь методом тыка, вот, к сожалению, вот, но, ну, пока не нашел, вот, ну, таких людей, которые бы, вот, досконально бы объяснили это все дело, конечно, в оффлайне гораздо проще работать, но тут некоторые сложности есть, и дохожу до всего сам, вот, допустим, по, самое главное в бизнесе, это все равно первоначально это продукт, независимо от того, что, как бизнес будет развиваться, продукт, это самое главное, в продукте, да, я немножко, ну, не совсем разобрался, так сказать, вот, допустим, я скачу, там себе на, ну, в хранилище, да, а потом, вот, допустим, мне надо было видео достать, я не могу его достать, я был и в Питере, и в Москве, и в Краснодаре, и в Сочи, вот, вай-фай тоже подключал, а почему-то не могу скачать, и все, вот, фото еще скачивается, вот, а видео почему-то нет, может, скорости не хватает, не знаю, интернет не тот, почему-то вот не понимаю, а когда не понимаю, ну, я тогда уже не могу людей подвязывать, потому что все-таки надо вот досконально знать, прежде чем людей звать за собой в бизнес, вот, и я был бы очень рад, если все-таки вот, кроме того, что были бы вот такие презентации, да, по воскресеньям в 6 часов, ну, какие-то вот обучения было, я смотрел, некоторых людей, которые дают в видео, да, на ютубе, информацию там рассказывают, в частности, вот, по самому приложению, там, по маркетингу, вот, ну, там много вещей просто непонятных. По техническим всем вопросам, Николай, это наоборот, надо радоваться, что еще нет таких людей, значит, это очень свободный рынок, и надо запрыгивать туда сразу двумя ногами, и развиваться самому. У нас есть все технические вопросы, вы можете задать в субпорт, у нас есть три русскоговорящих человека, поэтому спокойно задавайте вопросы на русском, получайте ответы, и развивайтесь, двигайтесь, старайтесь для себя, значит, сделать разбор, чтобы полностью вам было понятно, и передавайте это уже в общую структуру, чтобы помочь ближним тоже развиваться. То есть, это наоборот, как говорится, это плюс, а не минус. Это перспектива роста. Вот, поэтому спасибо. Я так понял, что ваш именно критерий был, это Майкл Лившис, который очень-очень успешен в сетевом бизнесе, поэтому его успешность повлияла на ваше решение. И вы вот так вот без сильного разбора уже приняли решение, да? Именно так. Поэтому вот именно Майкл ваши презентации по критической массе открывает людям горизонты мышления и планирования. Поэтому спасибо вам за еженедельные зумы и вашу работу в вашем замечательном возрасте. Так, если есть, спасибо Николаю огромное, развивайтесь, сами понимайте, что диджитал направление – это будущее, за ним будущее, это самые легкие, можно сказать, быстрые деньги вообще в структурах MLM и бинарного развития. Все, спасибо, до встречи. Кто еще хочет, пожалуйста, присоединяйтесь, открывайте свой микровончик, задавайте вопрос, то есть не задавайте вопрос, а расскажите про лично свое решение, почему лично вы, не обязательно вы должны сетевик быть, просто простой пользователь, почему лично вы присоединились, это была мотивация по продукту, по качеству продукции, или это была мотивация именно по заработку денег за счет потрясающего бинара, который есть в нашей компании. У Ирины Гайдук, вижу, поднята рука. Да, Ирина Гайдук, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. У нас уже вечер в основном, да? Добрый, добрый. Я хочу сказать, что я пришла на продукт. Я пришла на продукт, ну и соответственно, конечно, и для того, что здесь есть возможность с таким продуктом еще и построить команду и прийти к доходу. Но я хочу сказать, да, вот почему на продукт. Вот я сейчас просто вспомнил, у меня вот, начну не так, у меня внука пару дней назад уже стал экран барахлить, то он красный, то он синий, то еще какой-то. И мы понимали уже, что уже сейчас вот-вот еще немножко и придет конец этому телефону. Я говорю, давай быстренько, так как у нас на 6 человек, я тебе даю ссылку, ты регистрируйся и сбрасывай все свои данные, которые там у тебя, там видео, фотки туда-сюда и ты себе сбросишь. Вот сегодня мы это сделали. И еще я вспомнила, сегодня тоже вот говорили, и я вспомнила, то есть это я для того, чтобы людям понять, какая мотивация иметь этот продукт. У меня, ну, много лет назад еще вот этот старший внук, он был маленький, и у дочки, она преподаватель, у нее украли телефон. И она тогда говорила, мама, смотри, сколько у меня там всего, и видео, да, и фотки, и там по работе. Вот почему именно нужен этот продукт, правильно сказали? Потому что все, и телефон может поломаться, и всякие другие катаклизмы. И, конечно, разобравшись в маркетинге, я еще в нем разбираюсь, но тем не менее, да, здесь есть перспектива, но правильно сказать, не на сегодня, а на будущее строить. Вот такое, по поводу продукта, Николай, я так, как и вы, тоже разбираюсь, и сегодня сидела, разбиралась с приложением в телефоне. И кое-что я такое, что не могла понять, я увидела, что там можно добавить папку, систематизировать можно, довольно-таки много всего. И так мы все коллективно, потихонечку разберемся с этим, действительно, супер хорошим, таким, ну, товаром, будем говорить, да, который есть в этой компании. Вот спасибо, вот у меня такое. Спасибо, Ирина, за ваши слова по поводу компании. Большое дополнение. Да, да, Альберс. Да, я очень прекрасно, что всем нравится продукт. Я говорю, я еще впечатление от моего анализа. И смотрите, я немножко поподробнее, может быть. Возьмем, допустим, продуктовую компанию. Сейчас очень популярно продукт, там БАДы и так далее. Но мы знаем, что если компания дает более 50%, то есть дает, допустим, 60% или 70% в структуру, то компания с БАДом, она, ну, является простой финансовой пирамидой, потому что там продукт пустышка. Вот, и самое главное, вот интеллект сказал, что именно компании с электронным продуктом, только они дают возможность официально, ребята, официально, законно давать 75% в структуру. Вот найдите хотя бы один бизнес легальный, чтобы 75% шло в структуру. Вот что самое главное. И что мне еще? Значит, есть сейчас клубные системы, они тоже дают много, но, ребята, там было написано четко и ясно, черным по белому интеллект выдал, что это незаконно. Клубные системы, я не буду говорить название сейчас компании, ну, маркетинг там похож, там есть физический продукт, его можно покупать и можно не покупать, но я знаю американские законы, рано или поздно эту компанию просто прикроют, потому что кто-то пожалуется. Здесь совсем другая ситуация, мы продвигаем конкретный продукт, и вот это надо понять. И когда вы говорите с сетевиками, они говорят, вот у нас там продукт для здоровья, мы тоже продвигаем продукт для здоровья, но я говорю, там больших денег не заработаешь. А если заработаешь большие деньги, то есть маркетинг дает вот эти 70%, то, извините, продукт некачественный, а с некачественным продуктом это тоже закончится рано или поздно. Поэтому я вижу здесь еще бизнес-систему, которая любому человеку подойдет, то есть это бизнес в тапочках. Не надо никуда бегать, не надо никому ничего толкать. Просто объясните, что вот есть очень хороший бизнес с большими выплатами и отличным продуктом. Спасибо, Альберт, за дополнение. Так, пожалуйста, кто еще есть, давайте буквально один-два человека запрыгивайте. Не стесняйтесь, расскажите свой опыт, и я буду уже уходить купаться в бассейне, потому что уже утро, у нас Лас-Вегас, жарко, надо наслаждаться. Все, пожалуйста. Да, да, Анатолий, добрый день. Анатолий, добрый день всем еще раз. Еще раз, раз видеть вас, раз рад видеть вас. Вот, давайте, пожалуйста, вам слово. Ну, конечно же, вот все мы или большинство из нас уже во многих бизнесах побывали, и этот бизнес очень серьезно привлекает вообще всем своим содержанием. Ну, естественно, конечно же, и я присоединился, зная Мишу Левшица, ну, больше 25 лет, и участвуя в нескольких бизнесах с Альбертосом, мы там пару десятков лет знакомы. И, в общем-то, это тоже имеет важный момент. Но что касается самого бизнеса, то это действительно, если вдуматься, тренд. То есть, что такое тренд? Это быстрое развитие, независимо от нас, того или иного составляющего в мире. В данном случае это развитие, вот, облака памяти. Я достаточно много проштудировал аналитиков, и могу их кому нужно скинуть, но вы сами посмотрите в интернете, которые говорят о том, что сегодня мы говорим о том, что 3 миллиарда в основных 4 компаниях. Это Microsoft, Google, Apple и Dropbox. А к концу 2025 года будет плюс еще 4 миллиарда. То есть, практически 90% населения на Земле. И, естественно, поскольку наш продукт намного превосходит, не только по стоимости, но и по качеству, пусть качества еще пока и не достаточно, то, которое нам бы хотелось. Но по всем направлениям, особенно касается это шифрование и касается это перестраховки. Вот этих двух составляющих нет ни в одной из перечисленных компаний, ну, наших конкурентов. Нет вообще шифрования. Анатолий? Это важно. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Я сейчас закончу, да, Альбертос. Это вот очень важно. И когда люди узнают, в том числе и те, которые сегодня пользуются, и те, которые будут пользоваться, вот эти 4 миллиарда, конечно же, их будет привлекать именно наш продукт. И последнее еще, что касается заработка. Да, конечно, я в одной из составляющих или одной из мотиваций для меня было, это возможность заработка. Вот мы много работали в других бизнесах, хорошо ли, плохо ли, неважно. Но здесь однозначно виден очень хорошие возможности заработка. Вот я практически год работая, потому что меня Миша Липпсисел сразу, год работая, выполнил по рангу составляющей Эмеральд. Я не знаю, я не знаю. Закройте, пожалуйста, микрофоны, пожалуйста, кто не говорит. Да, да. Так вот, я выполнил этот ранг, ну, я считаю, достаточно быстро и достаточно просто. Все его могут выполнить. И самое последнее, что я хочу подчеркнуть и об этом говорю, что многие не понимают, откуда у нас могут вырасти заработки. Заработки вырастут однозначно, поскольку, как вы знаете, у нас две составляющие. Есть кто, как мы, занимаемся бизнесом в нашем год-бэкап, а есть кто просто присоединяется как пользователь. Так вот, пользователей будет в несколько десятков, а то и сотен тысяч раз больше, чем таких, как мы. За счет именно пользователей будет расти доход компании. Ну, представьте себе, 50, 100, больше миллионов будет пользователей, что, собственно говоря, сейчас и наши конкуренты делают. А вырастет доход компании, значит, мы будем получать, как работы реселлерами, то есть по бизнес-составляющим, мы будем получать намного больше. Компания четко определила, что 37% из 75% она отдает на выплату бинарам, то есть закрытию бинарных циклов. Сегодня это закрытие цикла стоит там 3-4 доллара. Представьте себе, увеличится огромнейший доход компании, и она эти 37% будет бросать нам. Это будет не 3-4 доллара, это будет 50, 100, а может быть и 500. Это точно так же, как развивался биткоин. И, естественно, вот то, что мы сегодня построим, какие построим команды, сколько у нас на тот период, как мы говорим, когда произойдет самый большой бум, сколько у нас будет закрытых циклов, у нас будет постоянно, ежедневно расти вот этот огромнейший заработок. Это я думаю, что нужно практически рассказывать всем, в том числе новым людям, поскольку большинству из них, даже не понимая до конца суть нашего нового маркетинга, они не понимают, откуда будет заработок. Вот основной заработок, я считаю, будет именно отсюда, поскольку он вырастет автоматически, даже независимо от нашей работы. Потом. Сейчас надо работать для того, чтобы сделать вот этот задел, то есть набрать как можно больше закрытых циклов. Все, я на этом заканчиваю и готов с удовольствием развиваться дальше. Я посмотрел по своему рангу до Руби, то есть Рубина, практически рукой подать, а это уже достаточно серьезный чек, Да, чек, который будет ждать нас в будущем. И я вижу на своем опыте, что каждый из нас это однозначно может сделать. Единственное, нужно проследить и правильно осуществить вот расстановку и развитие бинара. Работать по стройке своих рангов. Правильно, да. Вот обязательно вникнуть в это и обязательно это делать, поскольку все-таки у меня есть, допустим, партнеры, которые имеют много лично приглашенных, другое, третье, десятое, но они не выполнили еще условий по рангам. Надо на это обратить внимание, но у нас для этого есть время. Только первый месяц. Анатолий, это как раз работа вас как сетевика, как лидера структуры с вашей командой. Это и есть донесение команды вот этих уровней ранговых и их целей по шагу по развитию. И это как раз я в презентации уже читал, что люди, которые будут развиваться с компанией следующие 3-5 лет, будут развивать именно структуры строить, развивать этот бизнес на международной арене. Они будут входить, именно эти люди будут входить в топ-1000 дистрибьюторов этой компании и зарабатывать огромные чеки от 200 до миллионов долларов в месяц. Именно это я в презентации тоже акцентировал. И это как раз то, что до большинства людей оно не доходит, не заходит. И я так полагаю, не дойдет. То есть дойдет до избранных, поцелованных Богом, как говорится. Вот. Азия, пожалуйста, вы тянули тут ручку. Не, микрофон вы включили. Хотите задать вопрос? Задавайте. Хотите рассказать? Лучше расскажите, почему вы, если вы уже являетесь клиентом компании, почему вы выбрали именно компанию подключиться, если вы уже клиент? Всем доброго дня. Доброго вечера. Я просто в телефоне, новый телефон, нечаянно нажала. Ладно, я скажу. Я уже в компании, я уже пользуюсь продуктом, а я в структуре у Альбертоса, мы все учимся, вот только-только мы подключились. Так что мне очень... Спасибо. Но скажите именно, почему вы пришли именно на продукт, да? Понравился продукт сам? Да, на продукт, потому что, как у всех, телефоны забиваются. У меня уже сколько пропало, за сколько лет, сколько этих снимков, сколько фотографий. просто подумала, что охота сохранять, чтобы все это было в памяти. Все правильно. Спасибо за ваш ответ. Так, если еще есть у кого-то вопрос, то, пожалуйста, задавайте. И будем уже разбегаться, каждый по своим делам. У нас сегодня была прекрасная презентация и встреча, поэтому давайте уже ее завершать. Последний вопрос, или последняя рекомендация от человека, который либо подключился, на что он подключился, лично его слова. Пожалуйста, включайте микрофончик и запрыгивайте, не стесняйтесь. Давайте, будьте хотя бы последним, но будьте. Алло. Да, да, вот наш последний победитель на сегодняшний день. Эмилия, пожалуйста, вам слово. Да. Я нахожусь в Огайо, в Цинцинайте Огайо, и я подключилась на продукт, но в основном на заработок, потому что я вижу очень большое потенциальное будущее. Продукт продуктом. У меня очень много файлов, но их не на 6, но не на 6 терабайтов. Но возможность заработать деньги здесь, это колоссальная возможность. Ну и вот как-то надо научить людей убедить в том, чтобы они присмотрелись к продукту и присмотрелись к компании. Так что призываю вас, не стесняйтесь, открывайте ротик и начинайте говорить. Спасибо, Эмилия. Вот у нас и тоже появился человек, который пришел не на продукт, но на деньги. Таких людей у нас тоже много. Эти люди в основном те, которые будут очень мощно развивать структуры и зарабатывать огромные чеки, потому что эти люди пришли именно строить бизнес. Вместе с нами Эмилия, welcome. Привет вам из Атланты, штат Джорджия. Так что развивайтесь только вперед, не стесняйтесь, подключайтесь, рекламируйте этот бизнес. Этот бизнес очень достойный. он каждому нужен в ежедневном развитии человека, в его жизни, поэтому этот бизнес также у меня включен в фундамент развития человека, поэтому сам лично рекомендую его всем и каждому. Все, всем тогда спасибо. Спасибо, что были у нас сегодня на презентации, на встрече. Запись постараю выложить в YouTube и скину ссылочку, чтобы вы могли делиться с вашими друзьями, родственниками, знакомыми и потенциальными клиентами. Да, пока что только на русском языке, в дальнейшем, конечно, мы будем еще, наши команды будут проводить на английском языке, что будет очень большой плюс для развития на международном рынке. Все, всем пока-пока, прекрасного настроения, позитивного. С вами был Артем Савун. Сегодня я в прекрасной солнечной Неваде в Лас-Вегасе. Всем желаю отдыхать, путешествовать, наслаждаться жизнью, зарабатывать чеки от компаний, которые диджитальные и по всему миру. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok